Кирове 13.06, это программа «Особое мнение», микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает директор поселковой школы в Ахрушах Игорь Витальевич Олин. Игорь Витальевич, добрый день. Добрый день. Ну вот, я так поняла, что с новостью свежей на нашем сайте вы ознакомились. Врачи и учителя получают зарплату выше среднеобластной. Короткая новость, где сказано, что по данным Кировстата, уровень зарплаты учителей 25 тысяч рублей в месяц. Учителя школ зарабатывают в среднем более 26 тысяч, а врачи 40. Но там еще по категориям разбиты 22-23 тысяч получают педработники учреждений дополнительного начального, среднего, профессионального образования. И я уже не буду говорить о врачах, потому что все-таки вы педагог. И здесь, естественно, посыпались комментарии под этой новостью. И люди, которые себя обозначают как педагоги, пишут с возмущением, что хорошо считается средняя зарплата. У меня стаж 15 лет, зарплата 10 тысяч. И там все 20 педагогов, которые работают в технику, получают тоже по 10-12 тысяч. Дальше пишут, что я хочу получать хотя бы среднюю зарплату педагога, стаж 12 лет, зарплата 8-800, где средняя, как ее считают, и прочее. Там много комментариев подобного рода. Как Вы могли бы откомментировать эту новость? Здесь, прежде всего, надо сказать, что базовый оклад сегодня учителя чуть более 6 тысяч рублей. Это то, что ему положено за ставку рабочего времени. То есть, если сегодня молодой педагог приходит в школу, например, учитель начальных классов, который должен вести первый класс, и, соответственно, никакой дополнительной работы он для себя не берет, у него нагрузка будет около 18 часов, то вот он получит этот базовый оклад и небольшие еще доплаты надбавки. То есть, его зарплата будет около 9-10 тысяч рублей. За счет чего эта средняя заработная плата в 25 тысяч может появиться? Прежде всего, за счет увеличения педагогической нагрузки. То есть, у нас сегодня, особенно в крупных школах, городских школах, распространена практика, когда учителя ведут по 35, по 40 часов. То есть, соответственно, можем понимать, что такое 40 часов сегодня вести, даже если это очень опытный учитель-стажист. Это работа на износ. То есть, не случайно ведь когда-то была определена вот эта ставка 18 учебных часов. 18 учебных часов она позволяла нормально, в нормальном режиме работать, отдыхать, готовиться к урокам так серьезно. Потому что, чтобы провести час, нужно еще и дома поработать, может быть, час и два, да, чтобы урок подготовить. Еще, отмечу такой момент, учителям сельских школ в эту среднюю зарплату включают те льготы на коммунальные услуги, на коммунальные расходы, которые они получают. То есть, это тоже сюда добавляется, поэтому на руки человек может получать там 18 тысяч, а если у него еще и плата за коммунальные услуги, тысяч, например, 5-6 за квартиру, то это тоже входит в среднюю заработную плату. Но для меня все равно удивительна эта цифра. Вот 25-26, не знаю, у меня по школе у нас 23, хотя тоже средняя нагрузка у педагогов, в среднем, если вот так всех сосчитать, но более, по-моему, 23-24 часа, то есть это такая нормальная нагрузка, и за счет чего еще, там эти тысячи набегают, мне трудно сказать. Понятно. Мы по теме образования сегодня будем говорить много, и потому что вы директор школы, и потому что много об этом пишете, и надо сказать, что с удовольствием мы публикуем на нашем сайте ваши блоги по этому поводу. Вот, в частности, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу старого министра образования и нового министра образования. Как только Дмитрий Ливанов ушел со своего поста, появилось большое количество материалов, которые, там, высказываний разных экспертов, которые говорят, какой хороший был министр образования. Пока он был на посту, было огромное количество комментариев, какой ужасный у нас министр образования, и тут-то плохо, и здесь-то плохо. И вот сейчас пришла новый министр, Ольга Васильева, и они тоже с опаской начинают говорить. Вот давайте сначала про старого министра в целом, вот его деятельность, да, как она сказалась на жизни школы, педагогов, учителей, а потом уже про нового. Ну, конечно, я ни того, ни другого близко не знаю, и могу судить об этих людях только на основании их публичных выступлений. Ливанов приезжал к нам на областное совещание одно время, да, и выступал перед нами, поэтому тоже какое-то впечатление произвел, ну, насколько оно может быть глубоким, тут вряд ли, да, об этом можем говорить. И на основании той политики, которую министерство проводит, да, потому что все равно от первого лица у нас по традиции в каждой сфере очень многое зависит. Ливанов производил на меня достаточно благоприятное впечатление, когда он заступил на свой пост, самая первая, да, вот у меня ассоциация с ним, это то, что он издал приказ о сокращении объемов отчетности, потому что вот эта проблема бюрократизации в школу, о том, что школа превратилась в место, где дети мешают учителям и администрации заниматься с документами, об этом много говорят, и он на это обратил внимание, приказ такой большой, на трех страницах, там, в общем-то, все четко было расписано, все было подсчитано, что более 60% запросов информационных в школу направляют структуры, которые не входят непосредственно в отрасль образования, ну, и пытались каким-то образом с этим бороться, ну, так скажем, эффекта особого до сих пор это не возымело, но, во всяком случае, намерение можно было оценить только как положительное. Вообще, он выглядел человеком вполне современным на своей должности министра, когда выступал, в общем-то, вещи говорил здравые, ну, такая неотталкивающая фигура, ничего плохого про него сказать не могу. Понятно, что проблемы, которые в отрасли существуют и существовали, они очень серьезные, глубокие, но они далеко не решаются силами одного министра, да, вот это все-таки система, на него тоже оказывается определенное давление со стороны самых различных структур и со стороны, там, например, президентской администрации, со стороны депутатов Государственной Думы. То есть сложная работа, поэтому трудно мне судить. Мне непонятно, чем была вызвана отставка, мне больше, вот, мне не понравилось, что. Во-первых, эта отставка происходит накануне нового учебного года. То есть складывается впечатление, что решение принято, ну, скоропалительно. И это решение, оно никак не объясняется, опять же. То есть, может быть, там и были какие-то вещи, за которые следовало человека отправить в отставку, но людям-то это никто не объясняет, нам это никто не объясняет. И никто не объясняет, вот назначается новая фигура, вокруг нее много сейчас споров в интернете и в средствах массовой информации, но, опять же, те люди, которые приняли решение о том, что вот этот тот человек, который сегодня нужен для нашей системы образования, они никак не объяснили, почему, какие задачи перед ним поставлены, какие цели стоят. Ну, в общем-то, в такой ситуации мы работаем уже многие годы. То есть до мест, так скажем, до нас, до муниципальных учреждений очень слабо доносятся вот те цели и задачи, которые решают вышестоящие органы управления. Ароме вообще нам непонятно, что мы делаем, для чего делаем, куда движемся. Хотелось бы, чтобы новый министр обратил внимание на этот момент и работали с учителями, с администрациями конкретных вот таких школ, как наши, там, небольших школ, и объясняли, вот мы это делаем для того-то, для того-то, для того-то, чтобы мы не вслепую, а то у нас словно сейчас директивный стиль управления. Мы приказали, мы вас не спрашиваем, что вы там считаете или почему вам это неудобно, выполняйте. Мы же не в армии, в образовании не может, эффективно система не может работать, если люди, которые на местах должны воплощать какие-то задачи в жизнь, они не понимают суть и смысл этих задач. Вы нас убедите, разговаривайте, объясняйте. Но этого сейчас, к сожалению, не происходит. С мотивировочной частью, да, проблемы в данном случае. Мы сейчас прервемся на одну минуту, после чего вернемся в нашу студию, напоминая, что вы слушаете особое мнение Игоря Олина, директора поселковой школы в Вахрушах. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает Игорь Олин, директор поселковой школы в Вахрушах. Игорь Витальевич, ну вот мы с вами еще не поговорили в достаточной степени об Ольге Васильевне. Ольга Юрьевна, ей вменяется вину следующая, так скажем, большим количеством экспертов, которые сейчас высказывают свои сомнения насчет того, на своем ли она посту, потому что и такое звучит. Во-первых, православно-государственная тематика, приверженница которой она является, как отмечается. Во-вторых, то, что она находит в сталинской эпохе нечто величественное и вообще переплетает все эти три вещи – государственность, Сталин и православие. Вот о вас эти пункты не напрягают? Знаете, у нас, ну все люди разные, да, у каждого есть какая-то мировоззренческая позиция. У нее, как все-таки человеком, человеком, который занимался наукой, была какая-то сфера интересов, вот именно научная, насколько я понимаю, да, вот она занималась именно православной тематикой, работая над своими диссертациями. И вот эти личные взгляды, я не думаю, что они в какой-то значительной мере влияют на выстраивание вот этой государственной линии. То есть, если она, ну так скажем, министр... Вы не думаете или хотелось бы надеяться? Ну, хотелось бы надеяться. Я все-таки думаю, что государственную линию выстраивает достаточно большая команда. То есть, да, в министерстве есть большое количество сотрудников, есть большое количество общественных каких-то сил, структур, есть педагогическая общественность, которые отмечают, ну, какие-либо куда-то двигаться, да, какие-то предложения выдвигают. Вы только что сами говорили, что педагогическая общественность сейчас получает распоряжение в директивном виде и не знает, как они формируются, почему они таковы. И сами пожелали новому министру изменить ситуацию. Да, но она требует, да, вот требует того, что хотелось бы поменять. Слава Богу, не молчаливо педагогическое общество. Да, не молчаливо. Поэтому я бы не стал забегать далеко вперед и заранее говорить о том, что вот какой ужасный министр пришел, даже сталкивался с таким мнением, что это специально нашли такого невероятного мракобеса, который должен окончательно уничтожить систему образования. Я думаю, те люди, которые принимали решение, и сама Васильева, которая соглашалась на этот пост, они явно не такие задачи ставят. То есть нет задачи уничтожить образование, нет задачи сделать еще хуже. Все равно стоят задачи о том, чтобы мы шли вперед, чтобы страна шла вперед, чтобы образование у нас развивалось, чтобы, ну пусть с меньшими там вложениями, но эффекты достигались более масштабные. Все равно такие задачи стоят. Другое дело, что вот эти пожелания, которые они все есть, да, и наши мечты, они могут противоречить тем действиям, которые мы совершаем. Вот те действия, которые будет Васильева совершать, пока ничего еще мы не увидели реально, что она будет в жизнь проводить, уже нужно будет оценивать эти конкретные действия. Поэтому, ну и пусть что у нее консервативные взгляды, ничего страшного в этом нет. Поняла. То есть Вы ожидаете от нынешнего министра понятных, согласующихся с мнением педагогической общественности действий? Да. Окей. Посмотрим, как она будет работать. Ну, давайте поговорим еще немного об истории. В частности, снова вижу тут теперь уже на портале Знак.ком, да и где уже только не поговорили в эти выходные о новом учебнике истории. Самое смешное, когда набираешь в поисковике новый учебник истории, то практически за каждый год мы можем найти какую-нибудь там публикацию о том, что с 1 сентября российские школьники начнут изучать отечественную историю по новым учебникам. Ну, вот сейчас уже речь идет, естественно, о новых историко-культурных стандартах, о которых госпожа Васильева уже тоже сказала. Но надо сказать, что вот в 2015 году заявляли, что новая линейка учебников, а сейчас говорится о том, что с 1 сентября 2016 года еще одна новая линейка учебников. Что это за учебники? Поступили ли они уже в школу? И смогли ли познакомиться Ваши учителя с этими учебниками? Прежде чем я отвечу на этот вопрос. Несколько еще моментов хотел бы в связи с этим сказать. Вот Вы сейчас правильно заметили, если в интернете начнешь набирать, то за каждый год мы найдем учебники. Это ведь большая проблема. Вот в свое время, когда у нас учебники в основной своей массе приобретали родители, получалось так, что в классе у меня могли сидеть дети, у них на руках были одни и те же учебники, одних и те же авторов с одними и теми же названиями, но было 6 или 7 разных редакций. В чем суть каждой новой редакции? Даже вот сейчас учебники, которые с грифом ФГОЗ идут, что соответствует новым ФГОЗ. Если мы возьмем этот учебник, где написано новый ФГОЗ, и сравним его с учебником этих же авторов, где нет этого грифа, и его нельзя сейчас использовать, например, в школе, то разница вся будет в нескольких страничках. Там где-то какие-то фотографии заменили, где-то добавили пару вопросов дополнительных, но страницы сбились, и уже заниматься целым классом очень сложно. Была такая проблема. Потом была проведена очень большая работа, что именно образовательные учреждения все-таки должны, раз у нас бесплатное образование, сами приобретать эти учебники. Они стали приобретать эти учебники, но фактически никакого выбора сегодня ни у учителя, ни у родителей, ни у школы нет, потому что денег этих катастрофически мало. Мы находимся сегодня в ситуации, когда, вот если зайти сейчас в любой книжный магазин и посмотреть, сколько стоит у нас учебник. Учебник английского языка сегодня стоит, ну там с какими-то еще приложениями, да, около 900 рублей. А если там всякие книги для чтения, покупать диски и прочее, это один только учебник. А у нас существует нормативное финансирование. Поэтому нормативному финансированию есть статья учебных расходов, которая тратится как раз на приобретение не только учебников, она должна тратиться на приобретение наглядных пособий, компьютерной техники, мелатон и тому подобное. Так у нас в начальной школе 840 рублей на человек. И у нас один учебник, это сопоставимые цифры, стоимость одного учебника и норматива на ученика. И поэтому мы, и поэтому у нас ежегодно Министерство образования Кировской области закупает за счет своих там средств каких-то учебники и поставляет их в школы, да, например, нынче для шестых классов. Не все они в полном объеме, но сколько-то, потому что сами школы не могут это купить. И вот проблема в том, что никакого выбора учебников у нас реального нет сегодня. Мы работаем по тем учебникам, которые смогли когда-то купить или у нас появились деньги, мы в этом году купим. И дай бог мы с ними проживем 5 лет. Вот это часто смена учебников, не только по истории, по всем предметам почему-то с такой очень небольшой периодичностью вдруг возникает необходимость, начинают говорить, давайте будем менять учебники по этому предмету, по другому, по третьему. Мы без конца меняем учебники. Только вот наша школа за последние 3 года учебников получили на миллион рублей. Нам родители подарили 700 учебников, если вот там смотреть, это на 200 тысяч, да, в ценах. И мы еще купили на миллион рублей. У нас все деньги сегодня уходят на эти учебники и на бумагу. Через несколько лет, через 2-3 года, получается, эти учебники надо выкидывать в макулатуру. А если не одна школа, а сотни школ по региону, а по стране это десятки тысяч школ, сотни тысяч школ, это же гигантские расходы. И у нас почему-то, вот в эту проблему, у меня-то складывается впечатление, но это не как у официального лица, да, вот просто как у обывателя в данном случае, потому что я не знаю подоплёки всей, но у меня складывается впечатление, вот везде мы боремся с коррупцией. Но почему-то вот в эту область, кто у нас покупает, кто принимает решение о замене постоянных учебников, почему в таких объёмах их нужно менять на такие гигантские суммы, не заинтересованы ли здесь издательства, или люди, которые аффилированы с этими издательствами. Вот об этом речи я нигде не слышу, но мне бы хотелось, чтобы какие-то общественные организации подключились и проверили именно вот это направление, потому что денег не хватает, а здесь какое-то идёт разбазаривание. Потому что нет, вот я как учитель, я всё-таки 20 лет работаю в школе, я могу сказать, что, ну вот, был такой учебник одного автора, заменили другим, потом третьим. Вот по истории я уже, наверное, более полусотни учебников за практику своей деятельности поменял. Я не вижу, что это даёт какой-то грандиозный результат. Ну, поменяем мы учебник, что у нас дети будут лучше знать из-за этого учебника, всё равно этот же самый учитель будет вести. Поэтому с учебниками вопрос очень сложный. И проблема-то не в том, что мы поменяли один учебник на другой, а какой это учебник. Вот у нас есть замечательный учебник для пятых классов по истории древнего мира. Многие люди, даже моего поколения, там, да, и моложе, те люди, которые учились по этому учебнику, они все с удовольствием вспоминают пятый класс, как они учили истории. Почему? Да потому что талантливые люди написали этот учебник. Они его адаптировали вот к этому возрасту, 11 лет. И детям интересно его читать. А что... Я видел эту линейку вот этих учебников, про которые вы сейчас задаёте вопрос. Которые соответствуют новому историческому стандарту. Которые соответствуют новому культурно-историческому стандарту. Учебник просвещения. Я его полистал, почитал. И честно скажу, что ничего хорошего этот учебник, по сравнению с тем, что было на данный момент, и ничего лучшего, во всяком случае, да, он не несёт. Он написан очень сухим языком. Его неинтересно читать. Ребёнку его неинтересно читать. Конечно, в трудной ситуации сами авторы находятся. С одной стороны, перед ними требование Роспотребнадзора о том, что параграф должен быть определённого объёма. Он не может быть на 20-30 страниц. У нас были такие учебники. Были прекрасные учебники, но они были неподъёмны для ребёнка. Их невозможно было читать огромный параграф. С другой стороны, есть требование стандарта, которое нужно втиснуть в учебник, чтобы там звучало определённое количество исторических имён, было заложено понятия определённые, были заложены даты, события. И вот эта проблема, мне кажется, она сегодня, конечно, такая глобальная даже. Для нашей, для школьного предмета истории и должны здесь работать не один-два учёных, не один-два автора. А вот как в советские времена, чтобы работала целая группа под руководством академиков, чтобы были методисты, опытные педагоги, психологи. И они бы могли решить вот эту проблему, чтобы у нас текст вот этого школьного учебника по истории, он был ребёнку интересен. Ну вот я когда учился, мне было интересно, например, я учился там в пятом классе, мне интересно было читать учебник за шестой класс или за седьмой. Сегодня, даже если ребёнок вот он учится там в, не знаю, там в седьмом классе, он когда заглядывает в этот учебник, у него порою возникает отвращение к самому предмету, потому что там перенасыщенность фактическим материалом. У нас порой вот этот учебник превращается в мусорную свалку из фактов. Здесь мы прервёмся на короткую рекламу. Напоминаю, что вы слушаете особое мнение Игоря Олина, директора поселковой школы в Вахрушах. Продолжается программа «Особое мнение». Микрофона Светлана Занько и своё особое мнение сегодня высказывает Игорь Олин, директор поселковой школы в Вахрушах. Мы, конечно, говорим с Игорем Витальевичем об образовании, потому что 1 сентября вот-вот наступит, и очень много изменений, включая смену министра федерального в этом смысле. А надо спросить вас насчёт Игоря Владимировича Васильева в Рио нашего региона. Побывал ли он же в школах? Вот я видела, что вы писали блог по поводу встречи с педагогами, которые проходят, там всё очень чётко было разложено, и мы тоже его публиковали, даже обсуждали тут с другими нашими спикерами. А знаете ли, вы заглядывали ли он ещё в школы в какие-то? Я вот что-то не помню, что он там побывал. Нет, пока мне такая информация неизвестна. По-моему, ещё не заглядывал. Не бывал. Ну вот у него есть прекрасные несколько дней, включая сегодняшний, завтрашний, да, чтобы побывать, и даже послезавтрашний, чтобы побывать в школах, или сразу после 1 сентября. Вот я с трудом себе представляю, какова была политика Министерства образования, или даже бывшего нашего губернатора, в отношении образования в регионе. Не очень помню, чтобы Никита Юрьевич как-то пристально, самостоятельно занимался этим, но я думаю, что полагался на профильных министров, полагая, что они профессионалы, давно на этом посту, и понимают, что нужно делать. Но, тем не менее, какое бы внимание вы хотели бы от Игоря Васильева сейчас к образовательным процессам, или к образовательным учреждениям в нашей области? Мне кажется, вот у нас менталитет, у жителей России, такой, что мы очень любим побеждать, очень любим, что представители нашей страны занимают первые места. Посмотрите, какой у нас интерес, например, к Олимпийским играм. Да, все боролись. Мы все считаем медали, особенно золотые медали. И примерно это же самое происходит в системе образования. Было очень большое, доброе и прекрасное дело сделано в 90-е годы, когда еще работал главой департамента Анатолий Михайлович Чурин. В сложные вот те времена появилось очень большое количество школ инновационного типа. Это лицеи, гимназии, сейчас у всех они на слуху, престижные школы. Если к нам кто-то сюда приезжает в гости, то мы, естественно, введем людей или в лице естественных наук, или в экономико-правовые лицеи, или в Вятскую гуманитарную гимназию. В районных городах такие школы появились, в Кирово-Чапецке, в Слободском замечательная гимназия, лицей, в Вятских полянах. Вот мне бы хотелось, что период этот продолжался уже около двух десятилетий, когда у нас основные ресурсы, силы, так скажем, вкладывались вот в эти точки роста, их всегда назвали, да, точки роста. Но не могут быть вложения в точки роста на протяжении столетия. Что же за точки роста, если во всех остальных мы ничего не вкладываем, мы вкладываем только вот в эти точки роста. Вот я бы опять же к спорту вернулся и вспомнил о системе драфта, которая существует, например, в Национальной хоккейной лиге, где те команды, которые, клубы, занимают последние места в национальном первенстве, они имеют право на выбор самых сильных игроков. Вот эта система, она тоже ведь работает во многих странах, когда мы стараемся подтянуть тех, кто послабее на данный момент, чтобы у нас была конкурентная среда. Сегодня какая обычная школа может соревноваться, например, с экономико-правым лицеем по учебным вопросам, по методическим вопросам? Это очень сложно. Не бы хотелось, чтобы новое правительство и новые губернаторы, когда будут заниматься образованием, они все-таки обращали внимание сегодня на массовую школу, которая была у нас забыта. Мы все занимаемся какими-то отклонениями от нормы, или очень сильными учебными заведениями, или теми учебными заведениями, которые в какой-то необычной ситуации, очень сложной находятся. А массовая школа, вот она сама по себе. Надо все-таки ей уделять большее внимание. Вот этот момент. И второе пожелание, то, что раздражало в последние годы, меня лично раздражало, когда я слушал выступления по нашим проблемам или достижениям, отсутствие, так скажем, честности, честности в высказываниях высших должностных лиц региона. Даже вот ту тему, которую мы с вами затрагивали по поводу средней заработной платы. Но признайте, что эта средняя заработная плата сегодня достигается в том числе и прежде всего интенсификацией учительского труда. Это не бесконечно. Что многие достижения сегодня определяются энтузиазмом людей, энтузиазмом людей, и мы уже привыкаем эксплуатировать этот энтузиазм. Но нельзя его... Я считал Дмитрий Медведев по этому поводу. Всё? Ну да. Продолжайте. Поэтому мы ведь понимаем, что конъюнктура может быть разная. И если в какой-то период, ну да, с одной стороны, там были поставлены задачи, я помню, когда в 2008 году план 2020 нам демонстрировали, были такие подготовлены презентации, фильмы, я помню, что в 2020 году средняя заработная плата педагогического работника должна была составлять 96 тысяч рублей. И мне очень эта цифра запомнилась. Подождите, ещё не в 2020 год. Мы же понимаем, да? У нас такие есть ещё 3,5 года. Многое изменилось, и мне бы хотелось вот этой большей честности. То есть признавать то, что да, где-то ставили задачи, но не получается выполнять по каким-то причинам. Где-то мы не можем чего-то достичь, чего бы хотели. Где-то, да, надо подзатянуть пояса, но честно об этом говорить, что мы не можем сегодня этот норматив, который был доведён, например, выдерживать с нашим бюджетом, с нашими проблемами. Но давайте его чуть-чуть сократим временно, например, да, временный какой-то период, объявить об этом. А то у нас получается, что мы говорим одно, думаем второе, на деле у нас вообще третье. И вот эта, конечно, ситуация, она ненормальна. Вообще ненормальна, когда в нашей школьной системе вот эта, пусть она такая не глобальная, такая где-то мелкая неправда, мелкая ложь, фальшь, она становится как бы постоянным спутником повседневной работы. работает в отчётности, в оценках даже, в записях в классных журналах и так далее. Вот когда всё это есть, это всё-таки, на мой взгляд, означает, что система функционирует пока не совсем нормально. Это Игорь Олиный, это его особое мнение, напоминаю, поскольку в первый раз у нас его особое мнение, что Игорь Витальевич директор поселковой школы в посёлке Вахруши. Ну и вот такая ещё тема тоже касается школы. Это не свежая-свежая новость, ей уже там почти 10 дней, однако прокуратура Кировской области выясняет законы с действием района администрации, который разрешил открыть ночной клуб в сельской школе. Село Сырьяны Белохолуницкого района имеется в виду, и речь идёт, насколько мы понимаем, о дискотеке вечерней. Вы, конечно же, знакомы с этой новостью. Рекомментируйте, пожалуйста. Потому что, когда звучит заголовок открытия ночного клуба в сельской школе, бог знает, чего можно себе представить. Ну, конечно, всё делается не от хорошей жизни. Я так думаю, что в этом селе нужно было совместить интересы детей и молодёжи. Потому что дети вышли из школы, исполнилось им 18 лет, остались они в этих сырьянах, им надо чем-то заниматься. Кто ими будет заниматься? Школами больше не занимаются. Единственная, наверное, структура, которая там существует, это вот, или существовал этот дом культуры. Помещения, скорее всего, не было. И вот школа, наверное, маленькая, помещение пустует, и было принято такое решение, что нельзя ли совместить сельский клуб с проведением этих дискотек и школу. Но так как я предмета не знаю, в сей ситуации нетрудно сказать. Конечно, такое соседство вряд ли радует саму школу. Но сам факт того, вот вы же правильно совершенно сказали, кто занимается молодыми людьми после того, как они выходят из школы и остаются в своем родном селе, поселке, деревне. Поэтому, мне кажется, надо там смотреть от содержания деятельности. То есть, если это, ну, как мы привыкли по фильмам 90-х, сельскую дискотеку представлять, что это какая-то вакханалия, где спиртные напитки львятся рекой, то, наверное, такого соседства, конечно, недопустимо. А если это какие-то интеллигентные тематические встречи, пусть даже там звучит музыка. И... Чапаха вообще дискотека, на самом деле. И там все в рамках разумного. А в бабушках есть чем заняться молодежи после выпуска из школы? Это проблема и в Ахруше, в том числе, она в целом проблема у нас на самом деле. И даже, опять же, раз Олимпийские игры сегодня уже затрагивали, посмотрите, проблема и спортивная. У нас детско-юношеских и спортивных школ много. И вот ребята и музыкальных школ много. И у нас детям-то есть чем заняться. У нас детьми занимаются, например, в районе у нас же в Ахруше центр нешкольной работы, две библиотеки ими занимаются, дом культуры, огромное количество кружков, секция там художественной гимнастике и так далее. Родителей выбор есть. Вот сегодня ребенка там с первого класса и до одиннадцатого в принципе есть чем заняться. А вот если он вышел из школы, дальше у нас провал. У нас и в спорте, да почему провал? У нас не так развит студенческий спорт, в отличие от США, где студенческие команды при каждом университете существуют, очень мощные, в разных направлениях. И они показывают сегодня свое преимущество. А у нас, например, очень сильная команда баскетбольная в Ахруше. Школьная команда, детская и юношная спортивная школа и наша совместная. Они стали чемпионами Привозского федерального округа в прошлом году. Ребята выходят из одиннадцатого класса, они поступили уже куда-то учиться, им уже баскетболом-то негде заниматься. Может быть, они где-то и существуют при крупных... Нет преемственности. А в техникумах уже практически их нет. И они уже не занимают. Преемственности нет в этом. И точно так же в любом другом у нас... В виде деятельности. Да, в виде деятельности. То есть провал большой молодежи после выхода из школы и лет, наверное, до 23-25, когда уже занимаются семьей, детьми и домом. У нас блестящий, кстати, специалист управления, администрации по делам с молодежью, но он один на весь район. Один на весь район. Она много что проводит, много что организует, но весь бюджет, например, на год у нее составляет 5, может быть, 10 тысяч рублей. То есть проблема системная опять получается. Да, это системная проблема. Она федеральная, это проблема. Игорь Олин, директор поселковой школы в Вахрушах. Сегодня был в особом мнении. Меня зовут Светлана Занько. Спасибо вам. Приходите еще. Спасибо, Светлана, что пригласили. Было интересно. Мы беседуем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.